Люди, которые будут смотреть нас впервые, еще не сталкивались с проблемой высокого сахара в крови. Давайте поговорим о том, почему скачки сахара в крови – это плохо и чем это может быть опасно для организма. Вообще, как показывают у нас исследования, что идеальный сахар, когда мы понимаем, что нам ничего не опасно, это 4,7 мм в литре. То есть это тоже нужно понимать, потому что те референсные значения, которые дают нам лаборатории, 6,1 мм в литре – это уже референсные значения по сахарному диабету. И люди начинают заблуждаться, им кажется, что это сахар невысокий, да и многим врачам кажется, что это сахар невысокий. Вот будет у вас диабет, вот тогда приходите. Мы не должны к этому стремиться, то есть мы не должны использовать все возможности нашего организма преодолевать этот высокий сахар, да и ждать, когда же у нас возникнут какие-то нарушения в нашем организме. Мы просто должны понимать, что до 4,7 мм – это хороший сахар. Все, что выше, уже начинается опасность для нашего организма. А что таит в себе этот сахар? В принципе, сахар – это опасное токсическое вещество, которое разрушает наши сосудистые стенки. То есть, естественно, когда мы понимаем, что глюкоза всасывается в нашем кишечнике, первое, куда она попадает – это в кровь. Высокий уровень сахара будет влиять на эндотелий наших сосудов. Эндотелий – это наша выстилка сосудистая, и есть такое понятие, как эндотелиальная дисфункция. То есть глюкоза на молекулярном, на таком уровне, на мелком, разрушает наши сосуды. Если мы, в принципе, даже посмотрим строение сосуда, ну, неважно, про сосуд мы говорим, или, например, кожа тоже очень часто первая, на что обращается у нас внимание, у нас есть такое понятие, как соединительная ткань. В ней есть клетки и есть межклеточное вещество. В составе межклеточного вещества у нас находятся коллаген, эластин, хондроитинсульфат, сера. То есть, в целом, такие знакомые для нас всех уже раскрученные названия. И если мы не будем поддерживать вот это межклеточное вещество, то, соответственно, мы таким образом будем и стареть быстрее, и наш организм будет потихонечку разрушаться. Так вот этот коллаген, который входит в состав межклеточного вещества, также разрушается глюкозой. И отсюда образуются такие вшивки, и мы видим, что эластичность становится меньше. Отсюда яркое проявление на коже морщины. Понятно, что мы не видим, что происходит внутри. Но в целом, всё равно, меняется эластичность сосудистой стенки. То есть, происходят различные такие изменения уже внутренних наших органов. Да и не все люди внешне понимают, что те же самые морщины, в принципе, связаны с тем, что человек много ест сахара, и у него там более высокий уровень в крови. Понятно, конечно, что это многофакторный процесс, и это только одно из того, что влияет. Но, тем не менее, это достаточно большая доля влияния. Когда разрушаются наши сосуды, естественно, в них возникает воспаление. Но здесь мы тоже можем сказать, что воспаление, как мы его видим. А мы его не можем увидеть, потому что есть понятие острое воспаление, когда человека действительно что-то беспокоит, высокая температура, боль. А есть такое понятие, как хроническое низкоуровневое воспаление. То есть, человек не ощущает вообще, что оказывается, у него в организме что-то происходит не то. И вот это вот мелкое воспаление в сосудах уже приводит к тому, что дальше начинает наслаиваться холестерин, отсюда возникает атеросклероз. То есть, на сегодняшний день атеросклероз у нас тоже относится к воспалительным заболеваниям. И одним из спусковых механизмов здесь может являться глюкоза. Поэтому это важно, чтобы у нас была низкая глюкоза в крови. Плюс глюкоза разрушает наши белки. То есть, я уже немножко начала здесь говорить про коллаген. Но не только коллаген разрушается глюкозой. У нас огромное количество белков в организме. Ну, например, такое яркое, что мы можем отметить для себя, это гемоглобин. Гемоглобин – это тоже белок. Это один из таких относительно короткоживущих белков. Он живет порядка трех месяцев. И у нас даже есть такой анализ, который называется гликированный гемоглобин. То есть, гемоглобин, который разрушается глюкозой, да, гликированной, разрушенной глюкозой. То есть, в самом названии уже есть его разрушитель. Да. И по уровню гликированного гемоглобина мы тоже можем понять, а насколько сильно глюкоза разрушает белки, которые есть у нас в организме. Идеальная цифра гликированного гемоглобина – это до 5%. То есть это опять-таки та цифра, при которой мы понимаем, что всё хорошо, глюкоза не разрушает наш белок. И мы можем продолжать её есть? Мы можем продолжать её, конечно, есть, но вопрос в том, что если она всё равно всасывается в крови и она высокая, то в конце концов она приведёт нас к этим всем разрушениям. И даже, например, есть исследования, которые показывают, что когда человек встаёт на паутистит, начинает меньше есть глюкозы, всё равно уже запустился этот принцип домино, и разрушения дальнейшие продолжаются в нашем организме. То есть их не так легко остановить. Если мы даже, например, понимаем, что гликированный гемоглобин у нас может стать лучше, потому что раз, пошло три месяца, гемоглобин обновился. И мы видим уже более красивую цифру в крови. Но есть же у нас и длительно живущие белки. Например, там наши хрустали глаза. Это тоже белок. Есть такое понятие, как катаракта. Бывает диабетическая катаракта. А диабетическая катаракта далеко не всегда бывает при сахарном диабете. Она может быть при преддиабете, при так называемой инсулинорезистентности. Потому что глюкоза разрушает белок. Просто у кого-то есть большая возможность организма. Он, может быть, живет с глюкозой и 20, и 30 миллимоль в литре, и ему ничего не будет. А есть человек, у которого буквально там глюкоза уже 5,5, и он видит заметные нарушения в своем организме. Это тоже нужно понимать. И нельзя испытывать наш организм. Нельзя испытывать его возможности. Поэтому лучше всегда стремиться к этим идеальным цифрам. Для того, чтобы глюкоза не разрушала белки. Потому что, опять-таки, это только один из примеров. То есть катаракта, атомалики, гемоглопин. У нас множество белков находится в нашем организме. И они все будут разрушаться глюкозой. И мы будем иметь различные проявления этого.